Накануне Владимир Путин принял участие в работе отчетно-выборного съезда Российского Союза промышленников и предпринимателей. Участники мероприятия обсудили вопросы стимулирования инвестиционной деятельности страны. В плане инвестиционных проектов правительство Тувы использует различные способы привлечения внимания инвесторов к республике. В их число входят такие компании, как Евраз и Луньсин. У нас в республике реализуется целый пул инвестиционных проектов. Особо крупные, конечно, связаны с недопользованием. Вы знаете, что это угольные проекты, это группа компаний, которая входит в состав компании Евраз, Межгеоуголь, добыча подземным способом угля. Вы знаете, что это один из самых, так скажем, проектов передовых в России, которые устанавливают рекорды по добыче, то есть Межгеоуголь. Компания Луньсин, которая занимается производством концентрата, то есть на Казахстанском месторождении, тоже это один из таких очень крупных проектов с прямыми иностранными инвестициями в России. Он является показателем инвестиционного климата Российской Федерации. Несколько угольных проектов компании «Н-Плюс», это Кубинская губернародная компания, энергопомощная компания, леггейское месторождение, компания «Северсталь», тоже угольное месторождение, участок центральный. Несколько у нас золоторудных проектов «Таранголд», это шведская компания «Аурин Майнинг», два месторождения реализуют. Ну и есть более мелкие проекты, те, которые на слуху, которые имеют такой уровень статус федеральных проектов. Напомним, что общество с ограниченной ответственностью Луньсин создано в 2005 году, зарегистрировано в республике и обладает лицензией на право пользования недрами. Это добыча полиметаллических руд на Кызыл-Таштыкском месторождении. Кроме того, правительством Тувы в 2015 году было принято постановление о включении в реестр участников региональных инвестиционных проектов компанию Луньсин. У нас два проекта, которые действительно имеют очень большие масштабы. Это первый проект компании Луньсин, то есть это стопроцентный иностранный капитал, который сделали, как говорят, с нуля, то есть в Кызыл-Таштыкском месторождении построили горнодобывающий комбинат. То есть это крупный налогоплательщик, порядка 1,8 миллиарда рублей, то есть они налогов заплатили и более 2 миллиардов они оказали такой, так скажем, прямых инвестиций в разные проекты. И вторая компания, это Межигейуголь, которая месторождение Межигейска разрабатывает, шахта подопыщего угля, тоже один из таких крупнейших проектов, который реализует свою продукцию. Кстати, Итай, Итай компания, то есть номеровый рынок, то есть у них география сбыта Южной Кореи, Китай, Япония, Украина, то есть география очень большая реализация этих проектов. Отметим, что с 2004 года в республике сформирована нормативно-правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата, в которой урегулированы основные способы защиты прав инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной деятельности. Любой инвестиционный проект, который начинает реализовываться в любом регионе, в том числе республики, он изначально просчитывается, просчитываются все риски, просчитывается его прибыльность, и на основании этого принимается решение в их реализации инвесторов. Соответственно, еще на стадии согласования существуют договоренности, то есть что будет делать власть, то есть регион, что будет делать инвестор, какие инструменты ему защиты льгот будут предоставлены. Соответственно, эти договоренности еще происходят до того, когда проект начинает реализовываться. С 2015 года вступил в силу закон о нулевой процентной налоговой ставке по налогу на прибыль организации для компаний, зарегистрированных на территории республики и являющихся участниками региональных инвестиционных проектов. С компанией «Лунсин» был заключен проект еще до стадии реализации, он был подписан даже в Пекине, это в 2004 году. Без этого соглашения просто бы им не дали инвестиции. В 2015 году у нас было другое соглашение, мы включили их в список региональных инвестиционных проектов. Соглашение подписано как раз о самолеконическом сотрудничестве, где прописано, что они участвуют в наших проектах, вот они в последнее время строят школу УШУ, там стоимость порядка 500 миллионов рублей, участвуют в строительстве дороги, то есть и другие, так скажем, проекты. И, соответственно, там же прописаны налоговые льготы, то есть льгот налог на прибыль, которые они изначально получают, первоначально, то есть до окупаемости проекта. Соответственно, когда наступает окупаемость проекта, они уплачивают все налоги в бюджет, как и все компании. За период реализации проекта компании перечислено спонсорской помощи на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Напомним, что правительством России поручено субъектам страны создавать благоприятные условия для ведения бизнеса, а также предоставление льгот инвесторам.